Чего боятся жители? Худшего сценария. И он в Барнауле, к сожалению, был. 2013 год, улица Миле Алексеевой, 33. Этого дома уже нет. 18 июля в 17.50 у дома рухнула стена. И жертвы были. Двое человек погибли под завалами. Этой трагедией тогда жил весь город. В первые часы спасатели устраивали минуты тишины, чтобы услышать крики помощи под завалами. Дорогу для автотранспорта перекрыли. Управляющие компании доверие тогда дали такой комментарий. Жильцы от переселения отказались. 19 июля на следующий день власти объявили, что не будут восстанавливать здание. В августе приняли решение, что бывшим жильцам будут предоставлять ежемесячные выплаты на аренду другого жилья. Всего же на выплату материальной помощи было предусмотрено 6 миллионов 600 тысяч напополам из городского и краевого бюджета. По данным мэрии, за 2013 год все эти средства были выплачены. Вот это место. Здесь дом и стоял. Кстати, в 2013 году высказывалось предположение, что на этом месте возведут другое здание. Не более 4 этажей жилого или социально-бытового назначения. Но его нет. Елена Ярославцева, активистка этого района, о таких идеях не слышала. Говорит, это было бы невозможно. Дома рядом такие же ветхие, и они бы просто не выдержали масштабной стройки. Елена, вся эта трагедия происходила на ваших глазах. Вот что вы видели, какое внимание жильцам оказывалось тогда, и знаете ли вы, где они сейчас живут? Когда мы гуляли по Эмиле Алексеево, там прямо, знаете, видно было, как стена была выгнута в сторону улицы. Она конкретно была выгнута. Мы еще гуляли со своим спутником. Он говорит, давай осторожней, потому что, ну это уже была весна, упал он летом. Потому что, ну стена вообще выгнута. Значит, Мишеновцева комиссия, что наш дом Смирнова 92, что Эмиле Алексеево 33, значит, приняли такое решение. Дома аварийные, но подлежат капитальному ремонту, либо реконструкции. Понимаете, на основании этого жителям было предложено, наш дом пока не трогали, а тем жителям было предложено съехать маневренный фонд. Ну, естественно, им предложили маневренный фонд, вот, на Первой Западной, у нас маневренный фонд уже в состоянии, у людей там были ремонты, там очень много семей было благополучных, они жили. И, в общем-то, люди были против съезжать, да, в общем-то, люди и боялись, потому что в этом маневренном фонде можно, как уже нам известно, остаться на долгие годы. Вот, люди стали, это тогда комитет ЖКХ, насколько мне известно, инициировали суд, значит, о выселении жителей. Жители судились, чтобы им предъявили квартиры, а не маневренный фонд. И вот это все затянулось. Но был такой момент, когда там установили леса и попытались, вот это как раз место обрушения этого дома, попытались, видимо, его каким-то образом либо стянуть, либо сделать перекладку стены. Ну, как говорят сплетни потоковские, люди туда залезли рабочие и в ужасе оттуда просто свезли. Леса там стояли, потом их разобрали, эти леса. То есть, ну, вот такое решение о капитальном ремонте вот таких домов. Люди после вот этого всего получили денежные средства на приобретение квартир. И они от всех комментариев отказываются, они просто не хотели вступать и разговаривать с другими жителями, с соседними домами. Ну, просто как бы, видимо, было такое устное соглашение, что вот мы вас быстренько расселяем. В общем, вся эта история была замята. Казалось, что эта ситуация увеличила внимание общественности и властей к потоку. Так ли это и насколько долго это все продлилось? Вы знаете, тогда вот даже наш дом после этого прогнали через суд. Прокуратура, значит, от имени неопределенного круга лиц, мы прошли вот эту всю инстанцию в суде. То есть мы были там никто, мы просто там присутствовали, так пришли. Нам так огласила судья, что да, да, реконструкция подлежит, только не расселению. В общем-то мы оттуда вышли недовольные. Ну, а что мы сделаем? Это суд, все. Вот. А другие дома прямо быстро-быстро стали признавать аварийными. Вот именно здесь, вот в этом районе, где вот обрушился дом. Прям моментально. Хотя люди там, в принципе, не добивались. Ну, может быть, были неактивные, может быть, попробовали, да ничего не получилось. Вот. Ну, так вот было, да. Многие дома признали аварийными. Ну, сносите, сносят единицы. Елена, а в каких настроениях сейчас живут на потоке? В общем-то, жители любят свой район. И, конечно же, они бы остались здесь жить. То есть это не факт, что они там хотят переехать куда-то в какие-то новостройки, там, я не знаю, Власихинская, там, еще что-то. Боже упаси. Мы очень любим свой район и желаем здесь жить. Вот. Потому что район у нас здесь очень удобный для проживания. Если вот отбросить все эти аварийные дома, у нас здесь в наличии есть детские сады, у нас есть школы, у нас спортивные школы Олимпийского резерва. У нас здесь много чего, что есть, чего нету в новостройках. Вот. Если бы его квартально застраивали, поквартально, ну, то есть вот буквально, прямо вот все так говорят. Вот здесь вот построили, мы переехали, наш несли дом, следующих построили, заселили, мы бы все здесь остались. Вот. Эти проблемы легко решаются, но их никто не решает. В чем, на ваш взгляд, корень проблемы? Это не внимание управляющих компаний? Или это долги жильцов, о чем часто говорят управляющие компании, мол, не на что делать ремонт? Нет. Дело в том, что управляющая компания работает только на деньги жителей. У нее нету других денег, у управляющей компании. Вот. Поэтому вот эти незначительные средства, дома все нерентабельные. Вы можете себе представить, наш дом, например, 12 квартир, где-то 16 квартир. Дома нерентабельные. Речь идет либо о сносе этих домов, причем немедленном, вот, либо, значит, о очень дорогостоящей реконструкции, которая, на примере моего дома, я как домком уже могу сказать, нерентабельна и неэффективна. Получается, к лучшему ничего не меняется? Будет только хуже. Я просто, у меня очень много знакомых, вот, пожалуйста, соседний дом стоит 98, там тоже скоро рухнет стена. Когда это произойдет, никто не знает. Шлак с кирпичом, то есть вот если написано в документах, что дом кирпичный, да, это не факт. У нас вот так написано в документах, что он кирпичный, когда копнули, там шлак, кирпич, шлак, кирпич, шлак, кирпич. То есть этот шлак весь разбивается, получается дыра, и там как себя кирпич поведет, как себя раствор поведет, никто не скажет никогда.